Вы там скрестили пальцы за меня? Здорово, спасибо! Если вы думаете о пистолетах, вы представляете себе что-то вроде этого. Если думаете о 50-м калибре, представляете что-то вроде этого. А что если появится какой-то сумасшедший и создаст пистолет 50-го калибра? Ну, он будет выглядеть примерно вот так. И сейчас я из него выстрелю. Это у нас однозарядный пистолет 50-го калибра от компании Норин. Здесь нужно вручную заряжать патрон для каждого выстрела. Это видео не спонсировано компанией Норин, у нас здесь две 50-ки и обе я купил сам. Это тот случай, когда почтовая рассылка сработала. Как только я увидел пистолет 50-го калибра, я понял, что вам это будет интересно. Причина, по которой я разграничиваю 50 BMG и все остальное, заключается в том, что этот калибр отличается от других 50-х. 50-й калибр есть, например, у Desert Eagle. Но Desert Eagle не стреляет патроном 50 BMG, а стреляет он 50 Action Express. Это совсем другой патрон. Диаметр пули обоих патронов 0,50 дюйма. Но это абсолютно разные патроны. Я уверен, что 50 AE очень хороший и обаятельный, но... На второе свидание пойдет только 50 BMG. Здесь продольно скользящий затвор, но он однозарядный. Здесь нет никакого магазина. Каждый патрон нужно отдельно устанавливать на зеркало затвора. Я уже установил патрон. Вставляю его в заднюю часть. Буквально. Вставил в заднюю часть, закрыл затвор. И мы готовы стрелять. Сейчас у меня в руках заряженная 50-ка. И мне очень страшно. Я стреляю из этой штуки в первый раз. Мы проверили зазор в патроннике. Взорваться он не должен. Но все же, это 50-ка, и я не хочу приключений, как у Кентукки Баллистикс. Сейчас я произведу первый выстрел, чтобы убедиться, что с ним все нормально. Делэнс, отойди-ка немного подальше. Вы там скрестили пальцы за меня. Здорово, спасибо. Продаю целую кучу футболок. Через 3, 2, 1. О, господи боже. Насколько сильная взрывная волна. У меня даже пазухи носа прочистились. Так, время зарядить этого сорванца. О, подождите, черт. Это же Рауфус. Не, не, все это позже. Данный патрон относится к бронебойно-зажигательным, имеет твердосплавный сердечник из карбидо-вольфрама и зажигательный состав из циркониевого порошка. На расстоянии 400 метров пуля пробивает 16-миллиметровый стальной бронелист. И, кстати, я купил их довольно много. Если вы знаете о патронах Mark 211 и Рауфус, вы в курсе, что с ними будет весело. Вам следует подписаться, чтобы увидеть, как мы будем их использовать в будущем. Думаю, я смогу найти им применение. И если у вас есть идеи на этот счет, напишите их в комментариях. Мне не терпится прочитать ваши предложения. Мы зарядили новый патрон и готовы выстрелить. Но знаете, в этом видео будто чего-то не хватает. Будто в моем сердце дыра. Дыра в форме пончика, если вам угодно. Мистер Коуди, хотите из него выстрелить? Если честно, не очень. Да я тоже не особо, если честно. Это просто безумие. Нужно столько пальцев за меня скрестить. И тогда можно будет стрелять. Ты упирал его в туловище при выстреле? Я отвел его от туловища на случай, если он решит исполнить сербу. И я не хочу быть прямо за ним в этот момент. Стреляй, когда будешь готов. О, господи ты, боже мой. Так, вроде... Ты вроде в порядке. Вроде нормально. Забавно, что шею ты проверил только после члена. Ты такой, да, да, я в порядке. О, шея вроде тоже цела. Ощутил ударную волну? Ее не так хорошо видно на камеру, но ощущается она очень сильно. Да, так и есть. Будто кто-то ударил мне в подбородок. Это ощущается, будто ребенок. Ну или как его? Будто Хазбулла подошел и ударил меня по носу. Да, это не больно, но раздражает. Типа, черт, это что за херня сейчас была? Да и весит он примерно как Хазбик. Как вы, наверное, понимаете, компания Норин не сразу начала производить пистолет 50-го калибра. Это более короткая версия оружия, что они уже выпускают. Это оригинальная Норин ULR. Это тоже оружие, тот же ресивер и прочее. Это однозарядная винтовка под патрон 50 BMG. Что я бы сказал, немного более прагматично. В этом исполнении оружие может реализовать все, что предлагает патрон 50 BMG, благодаря 32-дюймовому стволу. Ведь когда говорят о 50 BMG, все думают о той мощи, что есть у этого патрона. Вы не сможете получить эту мощь с таким коротким стволом. Ну, хорошо получите, но далеко не всю. Представьте ночь, проведенную из Тейлор Свифт, но при этом с повязкой на глазах. Вот это пистолет 50-го калибра. Здесь полноразмерный ствол длиной 32 дюйма, а здесь ствол 16 дюймов. При этом, фактически, его не обязательно использовать как пистолет. Вы можете законно поставить на него приклад. В Америке разрешенная длина ствола для краткоствольных винтовок без лицензии 16 и более дюймов. Здесь вроде 16,5, но для целей патрона. 50 BMG. Это... это гребаный пистолет. Для того, чтобы показать разницу дульной энергии, что именно вы потеряете между 32 и 16-дюймовым стволом, проведем эксперимент. Это... двухпроцентное натуральное молоко. Молоко, как вы знаете, это то, что вы получаете от матери. Конечно, если она вас любит и в зрелости у вас высокий IQ. Но для наших сегодняшних целей мы будем использовать его в качестве мишени. Так как молоко с довольно хорошим контрастом может нам показать энергию взрыва при попадании в него пули на огромной скорости. Мы готовы к нашему молочному тесту. Мы уже объявили здесь бесполезную зону по совету австралийских военных. Видимо, так принято, если вы живете в упоротой стране, где вы боитесь этого калибра и верите всему, что написано в интернете. Я шучу, мы так не делали. Австралия, ты уже совсем не тот концентрационный лагерь, в который ссылали крутых повстанцев. Шалим с молочными бидонами через 3, 2, 1... О, Господи! Думаю, я попал в самый низ коробки. Готово. Так, значит... О, Боже! Думаю, я даже попал ниже коробки, а ее разорвало. От перепада давления. Коробка точно разорвана. Если присмотреться, нет выходного отверстия. Ни снизу, ни сзади нет выходного отверстия пули. Думаю, я даже не попал. Скорее всего, я попал в землю прямо под коробкой. И так много земли и камней попало по коробке, что ее даже подбросило в воздух. А сейчас мы попробуем винтовку подлиннее. На ней также нет прицельных приспособлений. Стреляю как получится. Но там, куда мы направляемся, прицелы нам не понадобятся. Стреляю через 3, 2, 1... В мой лоб врезалось так много капель молока, и на такой скорости, что мне было даже больно. Итак... Я думаю, мы применили эту пачку молока как следует. Выяснилось. Возможно, это вас шокирует. У пули 50 BMG очень много энергии. От выстрела с расстояния 2 метров вас хорошенько забрызгает молоком. И вы получите новый камуфляж в стиле Call of Duty для вашей новенькой винтовки. Да, очистим все это в ультразвуковой ванне. Мы заряжаем очередной патрон, и у нас есть еще один особенный гость. Это Кофи Зилла. Привет. Ты стрелял из 50-го калибра? Никогда. Друг мой, это будет очень странный способ потерять девственность. А этот патрон отличается от патрона 9 миллиметров? Не, ну работают они по одному принципу. Так, сейчас мы подойдем немного ближе к этой насыпи. У тебя сегодня нос заложен? Да, немного дышать через него тяжело. Станет просто через 30 секунд. Отлично, здорово. Ухватиться нужно так, будто ты держишь бензопилу. Эта хватка так и называется. Да и движения очень похожи. Нужно держать его очень плотно, очень надежно. Пожалуйста, не стреляй выше насыпи, чтобы случайно не подбить какой-нибудь самолет. Будет здорово, если мы обойдемся без этого. Держи. Предохранителя нет. Поэтому жми на спуск, когда будешь готов. И благослови тебя, Господь. Я так нервничаю. Ладно, погнали. Давай, я в тебя верю. Господи, боже. Это просто сумасшествие. Теперь ты американец. Он такой же, как 9-миллиметровый. Да, абсолютно то же самое. Ощущается, будто меня кто-то ударил в грудь. Правда? Здорово. Ну все, теперь больше не хочется. Я рад, что я это сделал. Что у меня получилось? Говорю это так, будто больше никогда не сделаю. Да, именно. Ну, может, еще пару раз. Прямо как стропон. А сейчас перерыв. Хотя, кого я обманываю, все это видео, это один большой перерыв. В любом случае, в этой части видео мы обычно делаем тест пробития White Claw. Но 50 BMG, разумеется, пройдет тест пробития без проблем. Поэтому у нас здесь целый ящик White Claw, готовый к тому, чтобы его уничтожили. Коуди, хочешь убить ящик White Claw? Так мы уже сегодня это сделали. Не в этом смысле, а выстрелить в ящик White Claw. Ладно. Это самое страшное, что я делал в своей жизни. Я вообще не хочу из него стрелять. Я не хочу, чтобы он взорвался у меня в руках. Истребитель White Claw, через три, два. Похоже, у нас тут пара выживших. У нас так не принято. Табанка прямо с брызгами отлетела. Сперва я подумал, что у нас там есть выживший. И потом я понял. Лейтенант Дэн, у вас нет ног. На самом деле, у нас здесь есть пара выживших. О, это вкус манго. Любой другой вкус был по оскорблению. Далее, нам потребуется помощь в уборке всего полигона. Я понял твою шутку. Уже устал от них? Она очень смешная, Брэндон. Господи. Круто. Да. Все нормально? Да, все здорово. Пощекотал свой огурчик? Есть такое. И яички. Ты прямо чувствуешь это своим хозяйством. Согласен его использовать постоянно? Нет, точно нет. Я из него выстрелю, только если какой-то парень с длинными волосами на полигоне триками заставит меня это сделать. Я думаю, это может быть очень полезно для зачистки комнат. При этом не сам патрон, а дульный тормоз. Да, делаешь все именно так, но просто просовываешь дульный тормоз в комнату и стреляешь. Неважно, куда ты попадешь. У всех в этой комнате будет сотрясение мозга и может даже потеря памяти. Все мы знаем, что патрон 50 BMG теряет очень много энергии при выстреле из короткого ствола. Он был разработан совсем не для этого. Но есть другая разновидность этого патрона, которая была разработана для более разрушительного воздействия. Это патрон Mark 211, он же знаменитый патрон Rauffus. Этот патрон был создан для еб... поису. Давайте снова поиграемся с бронепластиной. Посмотрим, достаточно ли короткого пистолетного ствола для того, чтобы насквозь пробить эту бронепластину. Я думаю, она как минимум третьего уровня, на 100% я не уверен. Я уже не помню, это было давно. Но я знаю, что это увесистый кусок бронестали, который остановит любой другой винтовочный калибр, что у нас есть на полигоне. Но вот патрон Rauffus. У меня предчувствие, что для него это не будет проблемой. Так, заряжаем нашего горячего паренька. Я надеюсь, это не подделка. Да, всё будет нормально, что может произойти? И вот патрон Rauffus заряжен. Убираю семейные ценности подальше от ствола по соображениям безопасности. Стреляю через три, два, один. Господи, боже мой. Ты это видел? Чёрт! Я пальнул слишком низко. Чёрт, побери. Блядь. Сила выстрела ушла в землю, а не по цели. Здесь видно, что кусок пластины отколот. Это просто куски расплавленного металла, которые отвалились. Чёрт, побери. Я не знаю, что делать. У тебя был только один. Я взял с собой только один патрон. Чёрт! Представляешь, один патрон стоит 80 долларов. 80 баксов, чёрт побери. Это такое чувство недоёб, что уже даже не смешно. Хреново, что у нас с собой больше нет сейчас таких патронов. Но знаете что, давайте договоримся. Я очень хочу посмотреть, как эту бронепластину пробивает пуля патрона Mark 211, и я знаю вы тоже. Следующее видео, что у нас выйдет, будет приурочено ко дню Святого Патрика. Мы всё равно планировали кое-что забористое для этого видео. Поэтому, это будет отличный повод привести с собой больше патронов Рауфус, и проверить, сможем ли мы пробить броню с помощью этого засранца. Так как это видео, возможно, некоторых расстроит. В любом случае, я надеюсь, вам понравилось это упоротое видео. Мы собрались с друзьями и просто развлекаемся. Эта штука просто нелепая. Напишите, если хотите на канале больше таких упоротых видео. А пока, это всё, что мы хотели вам показать. Благодарю, что досмотрели видео до конца, и как обычно, увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующем видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok